В Среднеуральске, в пятиэтажке на Советской улице, в час пополудни, то есть посредь бела дня, 67-летний пенсионер-охотник Виктор Меншиков застрелил из зарегистрированного охотничьего ружья МЦ-2112 свою 65-летнюю жену Наталью. И в качестве одной из версий рассматривается а-ля эвтаназия, то есть убийство из гуманизма, чтобы прекратить мучения человека, а заодно и свои. В пользу этой версии говорит то, что сразу после расстрела беззащитной женщины, с которой Виктор обещал быть и в горе, и в радости, он накрыл ее тело одеялом и сверху положил цветы. Хотя в официальном пресс-релизе СУСКР в качестве основной версии рассматривается бытовой конфликт на фоне злоупотребления Виктором спиртного. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что когда в адрес на Советской вошли полицейские, киллер был в санях. Про семью Менщиковых знающие люди рассказывают, что это была вполне себе благополучная семья. Но это у нас, знаете, всегда соседи говорят, он здоровался, не буянил, с собакой гулял, значит безгрешный. Но с другой стороны, по каким параметрам еще могут судить соседи о человеке? Да понятно, что только по внешним. А какие страсти раздирают душу человека? Про то знает только он сам и создатель реальности. Ну и еще может быть священник, если человек хотя бы время от времени исповедуется. Известно, что 10 лет назад у Менщиковых в автокатастрофе погиб сын. И эта трагедия будто бы их подорвала. Они потеряли цель жизни. А в январе этого года, как рассказал порталу Е1, друг семьи Дмитрий, Наталья заболела. У нее что-то случилось с мозгом. Возможно, инсульт. Не исключено, что даже на фоне ковида. А куда сейчас без него? Но это лишь предположение. Наталью парализовала. Она не вставала с кровати, не узнавала близких. Ну, в общем, начались мучения, которые страшнее самой смерти. Паралич – это же история про стакан воды. Вот некоторые хихикают, дескать, некому будет подать стакан воды. Да, может, я и не захочу пить. И, исходя из этого, строят свою жизнь. А стакан воды – это же образ. Жить нужно так, чтобы, когда тебя парализуют, нашелся хотя бы один человек, который будет убирать из-под тебя кал. И у Натальи такой человек нашелся. Ее муж Виктор. Он ее выхаживал. Возил в Березовский, в тамошний центр мозга, через который проходят, наверное, все жертвы инсульта в наших широтах. Тот, кто сталкивался, тот в курсе. Ну, а кто не знает, тому лучше и не знать. В общем, в жизни Менщиковых начался новый этап – лечение. А сами понимаете, в 65 лет соскочить с инсульта – это очень сложно. А у Натальи, судя по всему, никаких положительных сдвигов не было. Ситуация только усугублялась. А очень больно видеть, когда на твоих глазах твой любимый человек превращается в овощ и медленно, мучительно угасает. И предполагается, что Виктор не выдержал страданий жены. Теоретически, он должен был ее выхаживать до самой смерти. А когда Господь ее пошлет – неизвестно. Ну и Виктор, вероятно, решил взять судьбу в свои руки и произвел два выстрела. Один в жену, второй в шкаф. Вообще, говорят, что он раньше сознавался знакомым, что подумывает о том, чтобы убить жену, а потом и себя. Но если на первую часть злодеяния решимости у него хватило, то второй патрон достался не ему, а шкафу. Поначалу проходила информация, что будто бы Виктор стал шмалять из ружья в окно по прохожим. Но это не подтвердилось. Выстрелов точно было два. И оба в квартире. Из-за вероятности стрельбы по людям, полицейские, тихий дворик на Советской оцепили. В операцию участвовало 60 сотрудников. Переговоры со стрелком велись два часа. Неизвестно, когда Виктор успел нашвыряться. То ли до убийства, то ли за те два часа после убийства. В итоге он силовиков в квартиру запустил. И они увидели, что клиент в слюну, а на теле жены цветы. Его, понятное дело, задержали, увезли в ОП. Вероятно, уже завтра ему предъявят обвинение по 105-й части 1-й УК убийства. А это до 15 лет зоны. Ну и отправят на постой в СИЗО. Знал ли Виктор Менщиков, что так будет? Да, наверняка. Но выбрал именно этот путь. И это его судьба. Ну, в отличие от его жены, у него будет время все обдумать и покаяться. На место происшествия выезжала следственная оперативная группа в составе Следственного комитета и полиции. В ходе осмотра места происшествия, квартиры, где проживали супруги-пенсионеры, изъят ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы. По уголовным делам допрашиваются свидетели. Подозреваемый задержан с его участием планируется провести комплекс процессуальных действий, в том числе предъявить ему соответствующее обвинение и обратиться в суд с кататистом в избрании меры пресечения и заключения под стражу. Также в отношении фигуранта планируется проведение судебной психиатрической экспертизы. Причина убийства мужем своей супруги выясняется в ходе расследования. В качестве основной версии рассматривается бытовой конфликт на фоне злоупотребления подозреваемым спиртным. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.